ДИРИЖЕР СОВРЕМЕННОСТИ Сегодня мы будем говорить о Юрии Башмете. Когда Юрий Башмет начинал свою карьеру, он разрушил стереотип о том, что альт – это оркестровый инструмент. Его знаменитые сольные выступления как альтиста в Карнеге-Холле, в Мюзикферане, в концерт Гебау и многих-многих других знаменитых залах было действительно некой сенсацией. Потому что у многих людей подсознательно было такое мнение о том, что альт все-таки это для камерной музыки, это в оркестре и так далее. Но Башмет и альт – это, как говорят сейчас, бренд. И, конечно, его уникальная музыкальность, его демонический образ, когда он играл на альте и играет на альте, он неповторим. Его музыкальность, она потрясающая. С тех пор многие альтисты мира пытаются сделать такую же головокружительную карьеру. У многих это получается, но Башмет был первым. И, конечно же, его знаменитые концерты со Святославом Рихтером и на декабрьских вечерах, которые, кстати, он сейчас возглавляет после смерти Святослава Рихтера. Теперь они называются «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Также Башмет возглавляет фестиваль на Эльби в Италии. В 1992 году создается один из самых лучших камерных оркестров мира – солисты Москвы. За это время они объездили весь мир. Они играли в лучших залах мира. Они имеют разные премии. Они обладатели Грэмми. Совсем недавно это было, несколько лет назад. Также Юрий Абрамович Башмет возглавляет оркестр «Новая Россия». И оба эти коллектива действительно с каждым годом преподносят публике интереснейшие программы, захватывающие интерпретации с разными солистами, дирижерами. Башмет не оставляет свой альт, слава богу, играет, продолжает играть на альте и в камерных программах, и с его же оркестрами. Всегда это особая атмосфера на этих концертах. Для него писали такие выдающиеся композиторы, как Губайдулина, Шнитке, Гей Кончелли, Джо Тарменер и многие-многие другие. Об этом концерте стоит сказать особо. Который был в Большом зале консерватории несколько лет назад. Солисты Москвы играли на 13 разных инструментах из государственной коллекции. Знаменитые инструменты великих мастеров Страдивари, Гварнери, Гладонини и других звучали в этот вечер неповторимо. Потому что каждый из этих инструментов это произведение искусства. И мы должны гордиться тем, что мы обладаем этими инструментами в нашей коллекции. И это замечательное начинание Юрия Башмета. Это была его огромной мечтой, чтобы все эти инструменты зазвучали в его оркестре. Также в этом концерте принимали участие наш потрясающий скрипач Сергей Крылов и вилончелист Стивен Иссерлис. В этом концерте прозвучали произведения Баха, Моцарта, Гайдена и Паганини. Давайте послушаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok